Значит, письмо от Сержа Матвиенко. Ну, почитаем, что пишет. Петрович, сегодня 69-й день выхода. Вот почему 69-й день выхода человек еще не вышел, потому что переполнен был организм лекарствами, паразитами, всем чем угодно. И это все вот еще идет, 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 идет процесс. Вес, ага, на 5 часов, ну, практически на 6 часов утра 70 килограмм 600 грамм. Как вы говорили, энергия рождается от хорошего настроения и работы мышц. Да! И тут важно не переедать, что человек думает, вот мы с ним немножечко там переписывались, и как-то я несколько неправильно сказал, что там надо височек набрать. Он сам наберется. Не надо, просто все делайте правильно, и он наберется качественный, нормальный вес. Просто надо все делать правильно. Даю посильные нагрузки нам мышц, и чищу двор от снега. Правильно, я чистил и вчера, и позавчера. Снег мокрый, тяжелый, а надо чистить тогда, когда он еще не успел стать мокрым, тяжелым. А от такой работы просыпаются силы и хорошие настроения. Да, оказывается, когда человек физически трудится, знаете, вот эти вот мысли какие-то там гнилые, заботы и прочее, прочее, все это отскакивает, и вот эта вот физическая нагрузка, она запускает все эти процессы, как говорит доктор Берг, метаболические. Вот. И начинается возрождение организма. Физическая работа позволяет это все запускать. То есть организму вот это начинает требоваться, когда работа идет физически, он там что-то там тратит, энергию, он тратит свои там вещества и так далее. И он поэтому говорит, так, мне надо и вещества, и энергии, и вещества, и энергии, чтобы, значит, выйти на такой уровень, на котором вот эта работа для него покажется пустяком. Запоминайте. Душе царит радость. Так и должно быть. Почему я вам все толкую вот это о божественном способе исцеления? Самом мощном, когда вы, вы радуетесь. Вы радуетесь и расширяете этот канал, по которому к вам течет эта божественная энергия. Именно радость. Помните, все говорят, вот солдаты в госпиталях поправляются быстрее, если их армия наступает, одерживает победы. И наоборот, люди плохо восстанавливаются, значит, раны плохо заживают. У тех армий, которые проигрывают, люди находятся в подавленном, в подавленном настроении. Понимаете? Поэтому искусственно вытягивайте себя, как Мюнхгаузен. Видите, я вот тянул столько себя за волосы, что тут уже порвал их, но вытянул куда-то. Тяните себя эмоционально, тяните вверх, радуйтесь. Ветерок играет, солнышко искрится, тучка по небу медленно плывет. Как хорошо мне сейчас живется, потому что вы еще живы. Поэтому вталкивайте в себя, что вам хорошо живется, потому что вы еще живы. Тем более сегодня идти в церковь, и мне это очень хочется. Ну, хочется вообще-то посещение храма, вещь такая благородная, она возвышает. И если действительно человеку хочется, если он действительно там что-то такое получает возвышенность, то, конечно, ходите. Единственное, что мрачает такое возвышенное чувство, это отсутствие стула. Стул отсутствует. А стул запустить, если у тебя всю жизнь были запоры, не так-то просто. Не так-то просто. Тут и ходьба должна быть. Тут и питание вот этими всеми перетертыми овощами. Тут пойдет и сокотерапия специальная. Для того, чтобы стеночки возродить толстого кишечника, которые от слабительных, они уже усохли. От запоров они уже усохли. Клизмами тоже ты их ничего там не сделаешь. Надо совсем по-другому. Вот я как раз рассказываю. И тогда будет нормально. Будете раза два, а то три в день ходить. И заполненный кишечник, который не дает, чего там не дает, аппетита. И заполненный кишечник. Вот смотрите, вот мы разбираем опять-таки вот тонкости процесса лечебного, профилактического, оздоровительного, какого хотите. Значит, читаем дальше. Отсутствие стула я уже вам рассказал. Заполненный кишечник, который не дает аппетита. А что ж ты его заполняешь? А ты подожди, пока... Вот тут как раз это тот случай, когда человек загрузил. Вот тут как раз у него эта самая бетономешалка стоит. Он эту бетономешалку загрузил и ждет, пока там она, грубо говоря, там промилит. А ты свою бетономешалку загрузи половиной. Половиною. И тогда это все быстрее у тебя такая... Сработается. И появится аппетит. Перегруз. Как только перегруз, значит, идет дальше тяжесть по всем этим системам организма. И аппетита нету. Начинается бактериальное разложение. Интоксикация, чувство тяжести и так далее, так далее, так далее, так далее. Я ему очень много раз говорю, серджио, серджио, ешь. Вот как мы начали, я тебе сказал, вот 100 граммов. Вот 150 граммов. Организм сам должен все это съесть. Он сам должен съесть. А если ты съел 300 граммов, 200 граммов организма съел, а 100 граммов, пока организм изменеется, вот эти 200 граммов, 100 граммов начинают бактерии жрать. Естественно, будет у тебя какать, писать. Они будут... Это как раз корм для паразитов. Ну, ты ж включай свою голову. Ты ж вроде... Парень-то, ты соображаешь. Ты-то соображаешь. Вижу, у тебя хозяйство там такое и так далее. Ты, грубо говоря, на токаря учишься. Соображает парень-то он. И на базаре торгует, и все там у него получается, все это такое. А вот тут-то самое сложное, это как раз вот работа с собой. У тебя нету над тобой никого, кто бы тебе там вовремя там рот перекрыл, там, заставил походить, там, заставил еще что-то там сделать. Ты тут сам и думаешь, а, вот тут я котлеты не одну съем, а две съем котлеты. А тут я полежу вместо ходьбы, а тут я еще что-нибудь там такое-то. А это все можно сделать. И это так делается. А не таблетками. А, я тут что-то съел, а, я тут что-то съел. И так далее, и тому подобное. А потом получается, что все пересохло из-за этих таблеток. Организм нашпилговался вот этой вот мутью. И он уже не может работать. У него уже сбой идет по всем системам и так далее. Простой пример, я вот простой пример наглядный приведу. Кто, как бы сказать, в теме и имеет свою соображалку, тот должен врубиться. Как себе не вретить. Вот смотрите. Люди работают в шахтах. Из-за того, что они долбят там уголек, получается вот эта вот пыль угольная, которая оседает в легких, и образуется силикоз. Человек начинает болеть. То есть, это профессиональное заболевание. Поработал несколько лет, получил, как говорится, заработал силикоз. Все. Что там дальше ты будешь делать и так далее. Есть методы его выведения, но о них мы, как бы сказать, поговорим, поговорим, кому там надо. Ладно. Это, запомни, вот этот угольный штыб, это довольно-таки крупные, крупные частички, которые не проходят через вот эти легочные мембраны, а оседают на легких. Форштейн. Теперь мы с вами идем дальше. А вот, если мы курим. Кстати, у меня есть прекрасное стихотворение. Сигарета, сигарета, два конца и все в дыму. Полная да ныкотина, их за это не куру. Так вот, вот эти все дым, это еще более мелкие частички, которые проникают через вот эту легочную мембрану и стоком крови разносятся по всему нашему организму. И, естественно, естественно, там, они начинают оседать в тех или иных местах этого организма. Ну, вообще, знаете, вот мы садимся в машину и сразу чувствуем, салон машины прокурен. Так точно прокуривают молодые люди свой собственный организм, а потом, грубо говоря, через 10-20 лет курение там вайпером, не вайпером сигаретами и так далее, начинают удивляться. А что ж у меня с сосудами, а что ж у меня с тем, а что ж у меня с этим. Вы чуете разницу? Разницу. И потом, да, то же самое все вещества, которые идут к нам через рот, с водой, с едой, ну и, естественно, вот эти все обилие лекарств. Помимо, мы так скажем, помимо чего-то полезного, что они могут сделать в организме, они же должны потом выводиться. А готовы ли наши системы выведения это все выводить? Они, чтобы были специально сформированы в течение тысячелетней эволюции к выведению этих лекарств, дульку с маком, не были. И вот это все как у сердца, только осело, что он теперь до сих пор, вот это вот выходят осадки, вот такие вот, осадки в моче. Это хорошо, что еще они выходят, а до этого, и там болело, и то болело, и пописать нормально нельзя, там, покакать нормально нельзя, там, тут болит, там болит, да все болит скрозь, человек уже не может жить в своем теле. Вот, аппетита, насчет аппетита я вам сказал, как аппетит, а как аппетит, зааппетитить. Так, сейчас 6 часов буду парить тыкву 400 грамм и кушать. Ну какого ты хрена, 400 грамм и кушать тыквы. Съешь ее 150 граммов. Медленно жуя, медленно смакуя, чтобы ты вовремя уловил насыщение. Потому что насыщение, оно возникает не сразу, пока пища у нас пройдет через, грубо говоря, рот, через желудок. Начнется всасываться в тонком кишечнике и, наконец-таки, кровь, грубо говоря, этой тыквой, там, это самое, веществами наполнится. И в мозгу пищевой центр почувствует, ага, тут много пищевых веществ, все, насыщение. Пока этот процесс у нас пройдет, пройдет, мы успеем съесть гораздо больше, раза в 3-4. Понимаете? И потом только раз, когда почувствовали насыщение, мы уже переели. Переели. И думаю, ну что ж такое? 400 грамм, 100 грамм съешь. Ну съешь ее так, знаешь, чтоб это самое. И чтобы у тебя был потом, через 3 часа, как правило, такой волчий аппетит. Вот тогда ты можешь съесть уже, а чувствуешь, выдержал все-таки вот эти вот 3 часа. Да, волчий аппетит, все переварилось, ты бух такой. Ты тогда же ешь 150 граммов. То есть вот так вот, все это делается. Возрождается желудочно-кишечный тракт, возрождается организм и возрождается сердце. Твоя жизнь, в конце концов, это твоя жизнь, не моя жизнь. Я уже ее сделал, мне скоро 70 лет будет, и я ха-ха-ха-ха. Как? Я же как раз тебе одну там учу, одну там говорю, одну там меньше, меньше, меньше. 400 грамм, ёккарный бабай. Рядом положу нарезанного салата, и если организму захочется, съем. А нет, значит, одна пареная тыковка, то он еще и салат будет этот самый. Вот, ёханый бабай. Пареную тыковку съешь и все, о чем я до этого говорил. Я говорил о том, что для того, чтобы возродить желудок, кишечник, в целом пищеварительную систему, надо дать ей облегчение. Облегчение – это один продукт за один прием пищи. Сегодня тыкву съели, завтра, грубо говоря, можете пареную репу, завтра, говоря, можете эти самые яблоки в духовке там запечь. Это так, вот, а если один прием пищи брать, как разнообразие. Послезавтра можете, допустим, просто сделать вот эти тушеные овощи. Кстати, мне очень нравится джипсон-дал, давненько не ел. Вот, послезавтра еще, почему я говорю, составьте для себя, допустим, недельное меню. Сегодня, значит, тыква, завтра, в это же время, допустим, в качестве разнообразия, значит, салат, вернее, тушеные овощи. Далее у вас там эти самые яблоки запеченные. Дальше там у вас, что там может быть, что там может быть, нечто такое подобное. Ну, допустим, хурма. Вот, мне лично нравится хурма. Нету хурмы, сухая хурма еще. То есть вы можете компот с сухой хурмой там сделать. Ну, короче, это сейчас не о том, но примерно вы должны понимать, что, для чего и какое разнообразие. А не то, что я там завалю сейчас 400 и буду там ждать. И буду я ждать, пока там все это переварится у меня. Наш желудочно-кишечный тракт имеет свою мощность. У каждого мощность своя собственная. Вот. Надо на нее ориентироваться. И ни в коем случае вот этот комбинат под названием пищеварительная система не перегружать. Потому что перегружая комбинат под названием пищеварительная система, мы тем самым перегружаем далее выделительную систему. И все это наложится бременем на наш организм. И буду ждать следующего приема. А он будет далеко после обеда уже в кафешку. Я писал о ней. Ну, ладно, в кафешку я там мечтал. Вот. Опять-таки, если вы там будете где-то питаться, значит, берете чай, ну, пускай там кофе берете, да, выпиваете, и потом вы только раз, что-то там, что-то одно съедаете. Ну, рабочий день, салат так салат. Если омлет так, грубо говоря, ну, салат с омлетом можно, сначала салат, потом омлет. Либо просто кашу там съели. Ну, все. Очень надеюсь, что работа и тыковка как-то помогут со стулом, да? Да? Со стулом, чтобы встал самостоятельный стул, это целая система мероприятий. Это не то, что я там тыквы поел, и у меня там пошло. Я лично регулярно хожу. Я, значит, вот стараюсь быть в спокойном таком состоянии, возвышенном. Вот. У меня организм наполнен энергией. Я, значит, регулярно там питаюсь. Что там еще там? И вот эти вот все факторы, которые я делаю на протяжении многих лет, они привели к тому, что у меня вот этот стул нормально стал. Особенно, допустим, я походил, я же вам говорю, когда человек идет, вот это вот содержимое, что там у нас имеется, в желудочно-кишечном тракте, на каждом шаге она вот так вот колеблется. И тем самым имеется стимул для того, чтобы она пошла, 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 пошла. И вниз. Если я сел, наелся тыквы, и сижу, и там перестать, как хрум, 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 пока она дохрумтит, у вас уже вот это вот явление там запора будет. Это у молодого организма там, у детских молодых, и то они уже тоже отравлены, забиты и так далее. Так что комплекс мероприятий, комплекс. Так, тем более после работы кишечник забулькал, и пошли газики. Забулькал, и пошли газики. Забулькал, это, конечно, хорошо, а вот то, что пошли газики, это не совсем хорошо. Смотрите, вы можете делать, вот я вот сел, вы можете делать вот так вот массаж живота. Еще раз. Па-па. Танец живота. Ну это так, но не обязательно там постоянно это делать, забулькал, пошли газики и так далее. Так вот, если у вас питание такое умеренное, что желудок и кишечник схватили пищу, и сразу же ее впери, это самое, тогда будет, смотрите, и перистальтика, и, будем говорить, вот это вот чувство насыщения, и прочее, прочее. А так получается 400 грамм, только хопа, у вас только, вот так вот все раздуло, и там организм не знает, никакой особой перистальтики, никакого не этого, а вот начинается бактериальное раздражение, от этого возникают газики, и пошло там, потом будет что-то там булькать. Вот это вот видосик, у кого проблемы со стулом, с питанием, смотрите, пересматривайте, я в такой популярной форме это вам все объясняю. Так, вот такой мой двор, и территория перед двором. Ну, хорошо, хорошо. Увидели, двор какой. Жена собиралась чистить сегодня. Представляете, она проснется, а уже все готово, вот ей приятно будет. Молодец, вот тут-то ты молодец. И все равно в душе радость, и праздничное настроение. Ну что, на этом и закончим, да? Два видосика я сегодня сделал. Хоть они вот так вот как-то это написаты, написаты хоть как-то, но тем не менее, тем не менее. И вот мы как раз. Серджио покажем. Он тут с морковками. С этой морковки очень хорошо сок сделать. Как раз он там будет запускать, восстанавливать слизистые оболочки. Хау! Я все сказал. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики. Если не вам понравились, а тем более приносят пользу, проявляете благотворительность. А если нет, я схалтую, значит, дурку с маком.